Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с притчами мира. Бесконечная история. Индийская притча. Жила-была одна принцесса, которая очень любила истории. Однажды она решила выйти замуж и объявила. Я выйду замуж за того, кто будет постоянно рассказывать мне историю за историей, но если у него не найдется новых историй, он будет казнен. Должен же найтись кто-нибудь. Находились люди, которые утверждали, что знают множество историй того же очень длинных. Поэтому они осмеливались предложить принцессе выйти за них замуж. Но через несколько дней, может быть 3, 4 или 5, их истории заканчивались. И тогда их казнили. Так было казнено очень много людей. Как-то пришел один мудрый человек и тоже предложил себя. У меня так много историй, что они никогда не кончатся. Принцесса согласилась. Хорошо, начинай рассказывать свою историю. Если он выдержит испытание и сможет рассказывать месяц или два, тогда она выйдет за него замуж. Мудрец начал свой рассказ с истории о фермере, у которого было много земли и примерно 5 акров. Фермер засел землю пшеницей и собрал хороший урожай. Он обмолотил пшеницу и уложил зерно в большие опары на хранье. А как-то воробей, у которого были птенцы, повадился туда и вытаскал одно зернышко. Затем улетал и снова зернышко вклюв своему птенцу. Затем он снова появлялся и брал другое зернышко. Улетал и дал другому птенцу. И опять прилетал, брал третье зернышко, улетал и кормил третьего птенца. Затем снова появлялся. Доставал четвертое зернышко. Летел обратно и кормил четвертого птенца. И затем появлялся, брал одно или два зернышка и улетал за водой для своих птенчиков. Он продолжал летать до тех пор, пока не удовлетворил всех. И тогда они отправлялись спать. Утром воробей поднимался, направлялся к куче, брал одно зернышко в клюв и возвращался к гнезду. Тогда принцесса спросила, что же произошло дальше? Мудрец ответил. Затем воробей направлялся к этой куче. Снова и брал одно зернышко за другим. Летел назад и давал одному из птенцов. И что же случилось дальше? Спросила принцесса. Затем воробей направлялся к этой куче, брал одно зернышко, летел назад и кормил. Принцесса воскликнула. Ты должен продолжить историю. Тогда мудрец сказал. Когда все зерно в куче закончится, тогда я приступлю к другой части этой истории. Она ответила. Сейчас у меня болит голова и я не могу слушать больше. Ладно, сказал он. Когда у тебя появится настроение, послушайте еще, тогда я расскажу тебе дальше. Но она уже больше никогда не попросила, потому что знала, что начнет ту же самую историю у птицы, летающей кучей зерна, улетающей назад и кормящей своих птенцов. Вот такая индийская притча. Она называется «Бесконечная история». Пока-пока. До свидания.